Чуваши Чуваши – удивительный народ, наследники булгар, шумеров и гунов. Пятая по численности – народность России. И больше половины Чуваш живут в Чувашской республике. Самое интересное в любом путешествии – знакомиться с культурой, традициями и обычаями местных жителей. И чувашский народ – не исключение. Побывать в Чубаксарах и не узнать об истории этого народа было бы большим упущением. Тем более, что удивиться здесь есть чему. Корни Чуваши уходят в давние времена. Свою родословную они ведут от древних империй. Изначально мы жили у Тиньшанских гор, граничей с Китаем. Была империя Хунну, куда племена от Суваробугары тоже входили. Затем они пошли на запад. За это время останавливались на Северном Кавказе, и в Дагестане, и в Армении. Очень много интересных находок, связанных с чувашской культурой, с этнонимами. Затем они ушли дальше на запад. Была империя Хунна на восток, и стала империя Гунна на западе. Предания о великих предках Гуннах существуют у многих народов. И Чуваши не исключение. Известный герой чувашского эпоса Хехермен Китиль – никто иной, как великий воин Атила. Его Чуваши считают своим предком. После падения Гуннов Чуваши обосновались в Булгарии. Сначала в Великой, затем в Волжской. Чувашский язык – единственный язык булгарской группы, который жив в наши дни. А в происхождении этнонима Чуваши споры идут по сей день. Согласно одной из теорий, слово это имеет тюркские корни. Означало оно когда-то мирные, миролюбивые, спокойные. Так о Чувашах отзывались другие народы. По нашему мнению, наиболее правдоподобная версия, которую выдвинул наш народный писатель Чуваши Миши Юхма, который утверждает, что Чуваши назывались так в честь князя по имени Чуваш. И, скажем, это в истории сплошь и рядом бывают, скажем, узбеки, названные в честь хана узбека, нагайцев, хана Нагай. И то есть Чуваш был такой князь, который возглавлял борьбу Чуваши за свою независимость. И в честь этого князя были названы Чуваши. Кстати, о борьбе за независимость. Несмотря на миролюбие, чувашский народ всегда был очень независимым. Русское подданство Чуваши приняли еще при Иване Грозном. И уже тогда государь запретил местным кузнецам заниматься своим промыслом, дабы те не наковали оружие. Запрет продержался до XIX века. И было тому государственное оправдание. Чуваши поддержали и Степана Разина, и Емельяна Пугачева. Да и сами не раз поднимали оружие против чиновничьего беспредела. Есть правоинственность Чуваши и совсем неожиданная история. Средневековый картограф, который приезжали по территории Чуваши, где мы сейчас живем, обозначали эти земли не иначе как Сарматия Амазония. И есть такая гипотеза, что Чувашские женщины – потомки вот этих Амазонок, которые мифические, то ли есть, то ли нет. Но ученые, археологи откапывают огромное количество воинских захоронений, где погреблены женщины в полном воинском обозначении. И Чувашские женщины как раз являются потомками Амазонок. Издревле в Чувашских племенах царил матриархат. Если вдруг у Чувашей погибал вождь, то место его занимал не сын и не брат, а жена. И в более поздней традиции Чувашские женщины, если не относились к сильной половине человечества, то и к слабой, точно себя не причисляли. Тоже такой обычай Чувашский сохранился, да, что на второй день после свадьбы вот женщина в полном вот этом облачении должна была на ней седланной лошади обогнать всех парней того деревни, до которой вышла замуж. Все эти и многие другие удивительные вещи нам рассказали в эко-поселении Ясно. Не случайно свое знакомство с Чувашским народом мы начали именно отсюда. Большой этнокомплекс – деревня, построенная согласно народным обычаям по старинным технологиям. По главе угла – Чувашские традиции и культура. К сожалению, времени у нас было совсем немного, но вот если вам захочется полного погружения в народный быт, тут вам и гостевые дома, и Чувашская банька, где не моются, но правят дух и тело, и мастерские, и музей древних музыкальных инструментов, а еще волшебная поляна и дремучий лес, где так и кажется, вот-вот оживут чувашские легенды и сказки. Главная визитная карточка Чебоксар – мать-покровительница, распростершая руки над чувашским народом. Огромный 46-метровый монумент появился в Чувашской столице всего 20 лет назад и приняли его далеко не все и далеко не сразу. За то, что митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава осветил будущий символ республики, настоятель одного из столичных храмов обвинил его в выдалопоклонстве. По его словам, статуя имела языческий характер, восходящий к Чувашскому эпосу. Одна только надпись на постаменте чего стоила – «Благословенные дети мои, живущие в мире и любви». Образ матери – священник для Чуваш. Никогда нельзя упоминать его в бранных словах или в скобрезных текстах. Считается, что своим словом мать может исцелить, а вот страшнее ее проклятие ничего и быть не может. Каждый день угощай мать блинами, выпеченными на своей ладони. Все равно не отплатишь ей добром за добро, трудами за труды. Так гласит Чувашская пословица. Сегодня в самом центре Чебоксар на Красной площади стоит, как минимум, еще один монумент, имеющий явно не христианскую подоплеку. Символ мудрости – огромный гранитный камень с 53 древними чувашскими рунами. Значение каждой подписано на двух языках. Как искушенные туристы мы сразу начали искать счастье, любовь, достаток, но не тут-то было. Значение у рун куда более сложное. Эпоха, течение времени, взаимопонимание, мера греха и доброты – вот что предложил нам мудрый камень. Чувашские руны – особый язык, и его до сих пор можно встретить на чувашской вышивке. То, что у нас у Чуваши есть специальный праздник – День чувашской вышивки, о многом говорит. Мы хотим вот это наше главное ремесло сохранить и передать эти навыки, опыты другому поколению. Национальное чувашское ремесло – вышивка. Искусство, которым издревле славился народ. В Чебоксарах есть целый музей национальной вышивки и при нем школа, в которой секреты мастерства передаются из уст в уста, из рук в руки. Учиться тут есть чему. Чувашская вышивка очень сложная. Более 30 основных технологических швов и около 10 сопутствующих. Просто так придумать красивый узор и вышить – это невозможно, потому что каждый стежок, он очень регламентирован. Например, те узоры или те технологические швы, предназначенные для манжета, например, они неуместны на подоле. Это сейчас вышивку можно встретить на скатерцах, полотенцах, шторах и постельном белье. А раньше ее делали только на одежде. И одежда такая рассказывала о владелице лучше всякого документа. А говоря, как можно узнать о владелице, конечно же, посмотреть на костюм можно было все узнать. Из какой этнографической группы, какой достаток имеет, какое социальное положение, замужем ли девушка, женщина, вдова. Все это было, в кавычках, написано на костюмах. Удивительная вещь, пришедшая к нам из прошлого чувашского народа – платок жениха. Девица вышивала его в глубокой тайне от подруг и родни. Стишками своими она зашифровывала надежду на долгую счастливую жизнь, благополучие и продолжение рода. В день свадовства, когда принималось решение о свадьбе, девушка дарила суженому свою работу. А во время свадьбы могли даже не смотреть на невесту, именно не смотреть, а изучать платок, платок жениха, потому что платок обо всем говорил, об искусности невесты, о трудолюбии, об аккуратности, о наполненности, потому что в платке все передается, какие узоры она умела делать, сколько технологических швов использовано. Вот это все рассматривалось. Платок жениха не использовался в обиходе. Вместе с другими сакральными атрибутами свадьбы он хранился отдельно. Именно благодаря этому до нас и дошли уникальные образцы старинной вышивки. В Чебоксарском музее есть редчайшие образцы 18 века. И считать их можно, словно книги. По конструкции одежда чуваши делилась так. Ниже пояса – это нижний мир, выше пояса до головы, до плеч – это наш мир, где мы живем. И поэтому в этой части, где мы живем, много вышивки. Почему? Вышивка – это оберег мощный. И человек, когда живет, он должен быть обережный. А то, что выше плеча и голова – это уже связь со Вселенной. Вышивка – не единственный обязательный атрибут костюма. Без чего не могла обходиться ни одна чувашская женщина, так это без украшений. И чем больше их было, тем лучше. Материалы шли в ход самые разные. Серебро, стеклярус, бисер, раковины. За мужество и до рождения ребенка женщина носила на себе весь свой арсенал. Так она завоевывала положение в обществе. А у женщины головные уборы очень солидные. На шейные, на грудные украшения. Потом на спинные. Все это присутствует. И украшения могли достигать до 16 килограммов. Когда в 16 веке чувашские кузнецы попали под запрет, металлические пластины в украшениях стали заменять на монеты самого разного достоинства. Женские костюмы были очень похожи на кольчугу. И бывало, они действительно спасали своих владелец. Правда, не от стрел, а от тяжелых времен. Монеты из украшений женщин не раз помогали чувашскому народу пережить и голод, и мор. К слову, у чувашских мужчин из украшений была только белая шапка на свадьбу. В то время как девицы готовили свое приданное задолго. И если вдруг девушка так и не выходила замуж, то приданное ее отвозили в лес и закапывали в землю. И забирать такое добро никто не смел. Даже если бы наткнулся случайно. Считалось, что так можно накликать на себя. Проклятие. Своим пышным и ярким приемом гостей чебоксары, или шупашкар по-чувашски, славятся на всю Волгу. Песни, пляска, юмор и угощение местными конфетами завоевывают туристов с первых шагов. Но ничто не сравнится с тем приемом, который дорогому гостю оказывают за традиционным столом. Национальная чувашская кухня – это то, что точно стоит попробовать. Гастрономическое знакомство с городом туристы часто начинают с музея пива. И находят там совсем не то, что ожидали. Плотность пива имела высокую – 52-53%. По своей консистенции скорее напоминала жидкую кашу. И пиво не наливали, а накладывали. Древний продукт, собственный рецепт которого был практически в каждом чувашском семействе, не имеет ничего общего с тем напитком, который сегодня носит его имя. В музее вам подробно расскажут, как произошла такая непростая метаморфоза. Но вот самое вкусное начнется этажом выше – в зале чувашской кухни. Не у каждого народа встретишь такую сытную и вкусную кухню, как у чувашей. Среди национальных блюд очень много мяса, причем во всех его вариациях. Нет никаких предубеждений – в ход идет все – от отборной вырезки до потрошков. В кулинарии чувашей ни один продукт не пропадает зря. И даже из самых простых ингредиентов получаются настоящие шедевры кулинарного искусства. Национальное блюдо «Шартан» – оно уже мясное. Оно сделано из внутренностей – это печень, легкие, сердце и так далее, животного. Готовится оно в натуральной оболочке, то есть в желудочке животного. И томится в печи на протяжении 3-4 часов. Шартаном проверялось мастерство хозяйки. Лучшим считался тот, в который ей удавалось уместить все мясо, срезанное с туши животного. Блюдо это было у чувашей одним из самых изысканных. Его подавали только дорогим гостям. А еще, провожая сына в армию, готовили два шартана. Один давали ему с собой, а второй хранили. До тех пор, пока тот шартан, что остался дома, не портился, родители были уверены, что с сыном их все хорошо. Еще национальное наше блюдо – суп, который называется шурбе. Оно также делается, и туда добавляются внутренности животного, то есть также печень, как и наполнение шартана. Просто уже это не шартан, а в виде сопа. Аромат у шурбе такой, что кажется, им одним можно наесться. Суп очень густой, вкус у него насыщенный, мясной. Хоть суп с потрошками – блюдо на любителя, но попробовать его точно стоит. Перед вами наше национальное блюдо чувашское – это хуп лун. Оно готовится в печи. В его состав входит картофель, лук и мясо. Мясо может быть любое, в зависимости от того, что предпочитает человек. После такого обеда есть не захочется еще долго. Чувашская кухня очень своеобразная, но в сытности ей не откажешь. Голодным гость точно не уйдет. Не случайно чуваши еще сотни лет назад славились своим гостеприимством, а еще миролюбивостью, открытостью и дружелюбием. И с тех пор мало что поменялось. Есть такая легенда, что спустился кереметь на землю с сундуком счастья и хотел раздать его людям. Но люди, подговоренные злыми духами узалами, не поняли кереметья и убили его. И сундук с счастьем поднялся в небо, и каждый чуваш с этого времени сам кует свое счастье. Субтитры создавал DimaTorzok